всем привет меня зовут крестина вы на канале вязание долго настраивалась на видео то мне фон не нравится то мне освещение не нравится сегодня у нас четверг 25 марта за окном пасмурно я вот хотела снимать то без лампы то с лампой ну в общем наконец-то определилась фоном все-таки та сторона фона мне не нравится как она выглядит поэтому решила снимать на этой две недели не снимала и будто бы снимаю первый раз на моем канале выходили видео мастер-класс по лисички готовой работы но вот именно для завод который я обычно снимаю ежедневно или там через день вот они как-то не снимались то нечего было снимать то сейчас у меня у дочки каникулы и мы ездили в станицу к маме в общем было не до вязание не до съемок поэтому решила сегодня подключиться и показать вам все что было связано за две недели что я приобрела у меня есть небольшие покупки некоторых покупок уже в наличии нет потому что они ушли в магазин ну в общем понемногу обо всем сейчас расскажу кто смотрит мои визоблоги те видели что я выпустила уже два мастер-класса таких экспресс мастер-класса не по петельных вопросов с описанием на игрушечки на котика и лисичку и вот я решила еще продолжить эту коллекцию связала вот такую вот мордочку вот такие ушки но у меня их три одно ушко лишнее оно не получилось так и вот такое вот тело у меня связано и вот еще одна запчасть так вот такой вот будет малыш не знаю понятно или нет но это по задумке будет единорожка вот такая вот такая пухленькая не знаю может быть еще урок мне придется перевязать как-то он не совсем сюда подходит не знаю сначала соберу игрушку вы вижу ей локоны и будет видно хочу вот так вот ушки здесь сделать вот такой вот рог как обычно мне ничего не собрано но это я еще вязала на прошлой неделе и уехала к маме и ничего не собрала не довязала взяла к маме кучу всяких ниточек пряжи думаю в дороге повяжу свитер там приеду вечером буду вязать игрушки взяла кучу наполнителя в общем пряжи всех цветов ну и по итогу за четыре дня я связала только один рукав свитера в общем вот такая вот единорожка будет по крайней мере должна быть трог какой-то кривой получился как будто на одну сторону в общем наполнить посмотреть как она точно будет все детальки связаны только осталось вот с грибой и с хвостиком определиться и будет у меня еще одна игрушечка из моей коллекции так далее мне еще связано вот такая вот куча всяких деталек но это будет всего лишь две игрушечки вроде бы вот так у них верит в принципе неважно связала вот такие вот две крохотулечки заготовки это у меня будут тигрята данных тигрят я увидела на канале у вики канал называется записки вязальщицы со стажем она там вязала таких прикольных малышей всяких брелочков и вот поделилась со мной ссылочкой основу для брелочка там мишка вязался из плюша и вот по этой схеме получается вот такие заготовочки далее я просто вывязала вот такой вот мордочку сделала вот такие вот ушки все это дело надо будет решить вот так вот глазки не вставляла потому что сюда нужно прям какие-то маленькие маленьких у меня таких нет скорее всего я либо их лучшую либо куплю какие-то бусинки буквально там 3-4 миллиметра я прикладывал сюда глазки 5 миллиметров они смотрятся очень большими и будет у меня вот таких два тигрика брелочка связала я им хвостики хвостиков у меня три как обычно появляются новые лишние детали я вязала вот этот вот крючком номер 2 на 4 петельки вот этот на 5 вот это тоже вязала на 5 но вязала крючком 225 и он так или вот этот вот этот толстенький вязала крючком 225 и он такой какой-то получился толстый мне кажется сюда совсем не подходит как-то очень грубо выглядит и фокус не хочет снимать я все-таки решила вот такие вот на 4 петельки делать если вдруг буду вязать вот вот такое вот дело меня в общем вот такие вот у меня дела тоже ничего не собрано не шито все потому что я не взяла иголочку с собой я набрала ниток к маме всего-всего думала вот это все дело оформлю чтобы потом снимать готовой работы но ничего не сделала я обычно иголкой больше не сшиваю никакие детали потому что у меня бывает захвататься холофайбер либо захватываю вот либо вы захватываю между какие-то ниточки и получаются утяжки какие-нибудь там у меня вязал один раз бычка и получился косяк с утяжкой зацепилась ниточка и в общем больше не хочу так делать далее я начала вязать еще вот таких вот зомбиков предыдущем виза блоки я показывала что вязала уже таких зомбиков вот связала три головы и двое ручек только и хочу показать разницу вот эту голову я вязала 225 крючком а вот эту вот номер два не знаю как на камеру будет видно но вот здесь вот видно такие вот это как бы не дырки но такие вот тени и видно что столбики побольше вот здесь таких вот как бы тени отверстий нет ну либо они не так сильно видны визуально не особо видно различия но вот эта голова побольше сантиметра на пол вот вот такие головешки просто хотелось посмотреть какая будет голова если крючком номер два но не знаю я вот хотела перейти на крючок 225 но все-таки наверно мне крючок номер два нравится больше по плотности но если вязать какие-то маленькие брелочки которые не нужно там сильно плотно набивать то наверное все таки можно крючком 225 вязать чтобы просто не уставала рука так по вязанию игрушек это все больше ничего мне не связалось да у меня супер глобальные продвижение за две недели ни одной готовой работы у меня нет зато куча начаток я очень надеюсь что я соберу это все дело и возможно еще что-нибудь свяжу и все-таки порадую вас готовыми работами в конце месяца в принципе еще есть у меня целых шесть дней ну и так как я дома у дочки каникулы я думаю мне все таки будет время что-нибудь повязать сейчас хочу показать немножко покупок как я уже говорила части покупок нету я была фикс прайсе купила вот такие вот лоточки у меня остался один лоточек ну как то я даже не знаю как это называется у нас корзина хозяйственная в общем вот такой вот корзинку я приобрела точнее я их приобрела 2 и еще приобрела 4 таких узеньких которые помещаются в эту картинку такие вот прям не за может быть 17 на 10 корзинки показать их не могу так как я их отнесла магазин я в магазин который воздаю игрушки на реализацию которая рассказывала предыдущих видео отнесла маленькие игрушки убрала с полок большие и поставила игрушечки вот по иностранному мастер-классу такие маленькие брелочки и так как их поставить на полку было не очень удобно я вот эти вот лоточки взяла небольшие и вот таким вот образом их туда поставила их там видно как бы все хорошо я даже выставляла stories в instagram как это все дело выглядит я думаю кто подписан тот видел в общем вот вот такие вот лоточки купила мне сейчас очень удобно в них хранить работы которые я буду снимать ну допустим готовые работы а я сейчас временно перешла на такие маленькие игрушки и они отлично помещаются маленькую корзинку также еще фикс прайсе я взяла вот такую вот упаковочную бумагу крафт бумага праздничная метр на 70 у одной девушки в instagram я увидела интересную задумку у нее не только на в instagram и на youtube вот примерно в такую бумагу у нее обернута ну я так предполагаю книги и сделаем такой декор в виде книг обернутые в газету здесь вот просто ретро рисунок как будто бы газета и бумага довольно таки тоненькая хочу сделать себе такой же декорчик может быть конечно нехорошо так воровать идеи но я думаю юля не обидится вот такой вот принту газетки моей я думаю будет очень интересный такой декорчик для фотографии так и для видео еще мне повезло я фикс прайсе нашла вот две вот таких классных тетрадки так интересно переливается одна слизичка а другая вот просто с надписью в общем не переводила не знаю что значит в принципе не важно просто вот такая вот тетрадочка для записей мне вообще больше нравится блокноты но они были такие вот красивые 2 что я не смогла пройти мимо у меня часто бывают такие покупки которые я это называю я не знаю зачем мне это очень надо фикс прайсе это вроде бы все возможно еще что-то покупала да кстати покупала я еще набор ниточек разноцветных но дочка их себе забрала но я думаю это не особо интересно просто упаковочка не так стоит пятьдесят пять рублей и там разные цвета может быть что-то еще было но я не помню вот все что сохранилось я вам показала также мне еще пришла посылочка с алиэкспресс алиэкспресс меня радует уже какой раз приходит посылки намного раньше чем написано купила вот такие карабинчики 100 штук 270 рублей вроде бы в общем как то так довольно таки хорошего качества я уже их использовала просто не было времени снять видео подцепила такие карабинчики на брелочки которые отнесла магазин у меня есть карабинчики побольше железные ну на маленькие игрушки все-таки нужны вот такие ну и соответственно чтобы цена на игрушки было меньше еще я видео показывала что вязала с вот такими вот головешками зомбиков и там нужно было голову не пришивать к телу делать на кнопочки я вот приобрела вот такие вот кнопки вот эти вот 9 миллиметров а эти один сантиметр стоит 48 рублей но это просто в обычном рукодельном магазине покупала не знаю еще не пользовалась так как еще не довязала игрушку хочу вот попробовать игрушки эти связать с отрывной головой я думаю это очень интересная такая задумка предыдущих зомби кофе вязала цель на так как у меня не было вот таких кнопочек но теперь я приобрела и хочу попробовать сделать с отрывной головой и еще в магазине вот которым покупала вот эти вот кнопки я приобрела фатин здесь буквально по три метра каждого цвета их всего два просто выбор был не очень большой конечно фатин можно было заказать из алиэкспресс но это долго ждать вот в общем я хочу связать балеринок мне нравятся балеринки у яны канал ее называется холодуйся книг у нее такие очень щекастые прикольные балеринки в юбочках она вяжет из yarnart джинс и yarnart джинс плюс они такие такие крупненькие такие фактурные получатся мне очень нравится и я вот хочу какую-нибудь подобную балеринку связать у нее они еще с такими глазками блестящими глиттерными в общем очень мне нравится на вот каждый раз показывает и я хочу связать что-то подобное ну вот начало есть я купила фатин для юбок и вообще мне это вся неделя была какая-то прогулочная я еще была в магазине читай город взяла себе такие расходные материалы я вот люблю вот такие вот блокноты откидные чтобы можно было записал что-то там хоп следующее что-то пишешь зарисовываешь этот у меня вот такой вот беленький можно и с одной стороны писать из другой они недорогие 60 рублей у меня таких поисписано на штучки 3-4 и очень понравились ненужное вырвал нравится мне таки взяла один такой блокнотик я бы села конечно и больше но мне там не нравится принты какие были так себе вот взяла белый и взяла вот такой блокнотик такой я уже тоже брала в общем здесь такая классная задумка что можно допустим начать что-то вот здесь вот писать да например какие-то схемы и вот на этой стороне что-то еще писать в общем классная такая задумка мне очень не хватало таких тетрадок когда да я училась а можно было иметь одну тетрадку на два предмета это получалось какой-то предмет был на котором немного надо было писать вот получалось надо было заводить две тетрадки а так можно было бы здесь один предмет переворачиваешь здесь другой предмет вот ну кстати такие блокноты стоят 118 рублей и еще мне нравится что листы здесь такие вот перекидные на вот это вот пружинки и очень удобно писать даже без стола то есть если где-то срочно нужно что-то записать вот эти вот две обложки очень плотные и пиши на коленке сколько угодно вот такие в общем у меня покупочки в общем это вся неделя была такая прогулочная покупочная еще я была магазине лерова мерлен и там в общем делала покупки такие они никак не связаны с рукоделием поэтому здесь ничего показывать не буду но я вам хочу ставить кусочек видео в котором я снимала в магазине там продаются много интересных вещей я думаю это будет интересно тем кто плотно ведет instagram очень любит делать какие-то красивые фотографии там есть сухо цветы разные в общем ставлю вам кусочек и вы посмотрите думаю будет вам интересно и вот и вот и и и и и и Продолжение следует... 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 вышивкой я занимаюсь только дневное освещение то есть под лампой я этого не делаю так как у меня садится зрение и я уже хожу в очках пока месь я использую их только для дали в общем есть свои нюансы вот такие вот дела видео получилось конечно такой сумбурно не совсем полностью про вязание но все-таки это про рукоделие в общем кому интересно тот посмотрит спасибо всем огромное за просмотр и всем пока